Каких-то 20 минут и от дома Натальи остался один кирпич. Рассказывает, пожар начался в бане, в момент огонь перешел на квартиру. Пока соседи тушили пламя снегом, пожарные разводили руками. Их машина застряла в грязевой дороге. Ее толкали все мужики, парни, молодежь. Но ее затолкать сильно не могли. Она сюда дошла, а что, сланги в них там не идут. Да ничего у меня не осталось. Все сгорело. Что было на мне там? Куфайка, тапочки. Этот участок улицы в поселке Пруцкой самый проблемный. Дорога на возвышенности и плотина в низине грунтовые. Их размывают дожди, снега, весной и осенью здесь не проехать. За последние 20 лет, говорят жители, эту дорогу ни разу не ремонтировали. Проход возможен только либо по правому, либо по левому краю. Потому что середина вообще утопает просто в этой грязи. И были случаи, что дети скатывались. У меня дочка чуть не утонула. Вынуждены сами, своими силами ее ремонтировать. Рассыпали КАМАЗ-щебенки. На это два раза КАМАЗ вызывали. За мою бытность я всего четвертый месяц работаю. Ремонтировалась там плотина, но имеются повреждения. И мы это исправим вместе с той дорогой, которую будем делать до плотины. Отградируем и подсыпем. Вопрос дорожный главным образом упирается в денежный. Например, в Кулунтинском районе уже приступили к ремонту. Но пока обновляют трассы. В деревне дорожники зайдут, если в бюджете муниципалитета найдутся средства. Дорого. Квадратный метр 500 рублей, километр 2,5 миллиона. Вот только дорожный фонд районов на год немногим больше, чем стоимость капитально отремонтированного километра дороги. Так, в Михайловском районе это всего 5 миллионов рублей на 11 деревень, а в Салтонском 3 на 20 поселков. Поэтому экономят, обходясь ямочным ремонтом или поверхностной обработкой смолой. Краевой поддержки недостаточно. Поэтому такие истории можно собирать чуть ли не в каждом районе края. Дорожный вопрос остров встает сезонно, с весны. Дорога, которая ремонтировалась. Колея. Это даже не колея. Это тут яма. Как в Славгород заезжаешь. Все жалуются. Такие ямы, что невозможно проехать. Едем потихонечку. То бамперами цепляемся, то ремонтируем. В селе Шибалинобийского района дорогу обычно объезжают. Прямо по центру улицы ямы, лужи. Там, где должна быть дорога, теперь пасутся телята. А на соседней улице такие искусственные водоемы заняли гуси. Чтобы не разбивать машину, водители просто оставляют их вдоль трассы. На год же закладывается бюджет на очистку зимних дорог. Это закладывается какой-то там бюджет. И мы голосуем за это. Но на вот эти дороги, на летние дороги, туда ничего не закладывается. Представители районных властей поправляют. Эти расходы закладываются. Но чаще всего денег на лето остается немного. Тем не менее, после нынешней малоснежной зимы на ремонт дорог средств останется чуть больше, чем обычно. А вот на следующий сезон главы поселений будут вновь думать, за какие средства засыпать ямы, которых куда больше, чем денег на их ремонт. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok